Александр Гольберг Называю фарисей Иисуса Христа Мы говорим с вами об апостоле Павле Более конкретно о том, как он воспринимал закон Моисеев Как он относился к Таре В прошлой программе мы читали некоторые места из книги Деяний апостолов Где Павел предстает перед нами не только апостолам язычников Как чаще всего его знают Но и евреям, продолжающим соблюдать закон Уже после своей знаменитой встречи с воскресшим Ишуар Из этих стихов мы видим, что Павел вхож в синагоги разных городов Римской империи И его даже приглашают в этих синагогах наставлять народ То есть принимают как своего Он стремится праздновать Шево, то есть Пятидесятницу не где-то, а именно в Иерусалиме То есть там, где Тара заповедует еврею праздновать ее В городе Кенхрии он исполняет заповеди Тары о Назарейском обете Без всякого внешнего к тому побуждения А в Иерусалиме делает абсолютно то же самое Уже по просьбе местных мессианских лидеров Для того, чтобы развеять совершенно ложный, необоснованный слух о том Будто бы он в диаспоре Учит евреев жить Не как евреи, то есть ассимилироваться Оставить Тару, оставить еврейство И оставить еврейскую традицию Защищаясь перед царем Агриппой В Иерусалиме и перед Синедрионом Павел говорит, что всю жизнь он живет То есть по сей самый день Он живет по фарисейской традиции И наконец, в конце книги Деяний Мы видим, что придя в Рим Он собирает лидеров тамошней еврейской общины Уже будучи узником Не мессианской еврейской общины А еврейской общины Рима Неверующих в мессию евреев он приглашает И говорит им, что он никогда не делал ничего Ни против своего народа Ни против его обычаев Возникает вопрос, как же так? Ведь многие очень, как евреи, так и христиане Привыкли думать, что апостол Павел Это бывший еврей И уж тем более бывший фарисей И заклятый враг, если так между нами Заклятый враг всего еврейского И что после встречи с Иисусом Христом От его еврейства и фарисейства Не осталось и следа То есть, что как будто бы он раскаялся в своем То ли он раскаялся в своем фарисействе То ли Иисус Христос изгнал из него это фарисейство И еврейство, как он изгонял из одержимых Нечистых духов Думаю, так потому, что в своих посланиях Павел написал, например, беречься обрезания Что делами закона он написал Не спасется никакая плоть Что законом познается грех И что Христос есть конец закона Что он упразднил, то есть уничтожил, отменил закон Что он освободил нас от проклятия закона и так далее Одним словом, очень много у него высказываний Которые излучат антииудейские, антиеврейские Такое впечатление, в общем, создается из его посланий Что у апостола Павла была большая проблема С законом, с обрезанием и с еврейским образом жизни В общем, в посланиях перед нами предстает Совершенно не тот Павел Которого мы видим в книге Деяний И, конечно же, возникает вопрос Какой из этих двух Павлов настоящий Тот, который в Деяниях говорит о себе Что он по сей день фарисей Или тот, который в посланиях пишет Берегитесь обрезания Невозможно, чтобы один и тот же человек Находясь в здравом уме и трезвой памяти Написал то, что он написал этот человек Живя так, как он жил Во-первых, я уверен, что Павел Был вполне в здравом уме Человек, которому Бог поручил Написать почти две трети Нового Завета Не страдал раздвоением личности Во-вторых, я уверен, что он не был хамелеоном То есть, что с евреями он был еврей А с людьми, с неевреями Которые не понимали еврейства Не любили его Он был антисемитом Тогда в чем же тут дело? Как я понимаю, Павел в своих посланиях Выступает не против еврейства А против чего-то другого И чтобы нам с вами понять Его резкие негативные высказывания Давайте прежде всего вспомним Кому он пишет их И по какому поводу Например, возьмем, наверное, самое антииудейское В кавычках его послание К галатам Кто такие эти самые галаты? Это верующие из язычников То есть, не евреи, уверовавшие в Ишу И что побудило Павла Написать свое послание Он не просто сидел и раздумывал Эх, чем бы заняться Что-то освободилось у меня время Может, в галате письмецо Сочинить Давно я им не писал Вот, время есть Дай-ка напишу Конечно, нет Павла была очень конкретная И очень серьезная причина Для написания своего послания туда Дело в том, что в тамошних Нееврейских Подчеркиваю, нееврейских общинах Появились учителя Которые начали проповедовать Обрезание Они говорили примерно так Вы больше не верите в своих идолов Вы верите в Бога Израиля Чудесно Замечательно О, вы даже верите в Ишуа В то, что он Мессия В то, что он Сын Божий Совсем хорошо Вы приняли водное крещение Вы стали учениками этого Мессии Отлично Все это прекрасно Это очень хорошее начало Но Для спасения Этого Недостаточно Чтобы вам спастись Вам теперь нужно сделать Еще один Последний шаг Вам нужно стать евреем То есть Сделать обрезание И начать жить По-еврейски И вот тогда-то С вами уж точно Будет все В порядке Беспокоиться вам Будет не о чем Будете полноценными Ценными евреями При этом еще и верующими В еврейского Мессию Что может быть лучше Прежде чем мы поймем Почему Павел В таких резких выражениях Пишет Об этих учителях А выражения там Действительно Очень резкие Кто проповедует Не то, что мы проповедовали Да будет Анафема И другие Которые я сейчас Просто приводить не буду Прежде чем мы с вами поймем Почему Павел Так резок В своих высказываниях В этом послании Нам нужно понять Почему эти учителя Вообще появились В Галатии Откуда они в принципе Взялись С таким учением Что язычники То есть не евреи Верующие в Ишуа Должны Принять Иудаизм Чтобы понять это Нам нужно с вами Вернуться назад во времени В одиннадцатую главу Книги Деяния апостолов Где написано Что до визита Апостола Петра В дом Корнилия Римского сотника По имени Корнилий Еврейские верующие Не проповедовали Благую весть О Ишуа Никому Кроме Самих Евреев Об этом написано В одиннадцатой главе Деяния В стихе девятнадцатом Почему они так Себя вели Почему они не шли С благой вестью Ко всем Людям Казалось бы Ишуа сказал им Совершенно ясно Что они должны идти С Евангелием Во все народы Да Но Было Несколько проблем Во-первых Сам Ишуа Служил Неевреем Только в редчайших Случаях В виде Исключения То есть На самом деле В Евангелиях По крайней мере Мы видим всего Двух Неевреев Двух язычников Которых он исцелил Это был слуга Римского сотника И дочь Хананьянки Причем в обоих Этих случаях Все было Очень непросто Женщину Хананьянку Ишуа Принял вначале Очень неласково Сказав Что он послан Только к погибшим Овцам Дома Израилева А сотнику В дом Он пошел Потому что За сотника Ходотайствовали Написано В Евангелии Еврейские старейшины Они попросили За него Они сказали Он любит наш народ Он построил нам синагогу Он достоин того Чтобы ты это сделал Для него Там Был такой промоушен Сделан Для него То есть В принципе Миссия самого Ишуа Была только К его собственному народу К еврейскому народу Это первое Второе Когда он посылал На проповедь Своих ведь учеников Еще до своей смерти И воскресения Он и им тоже Велел Как мы с вами знаем Из Евангелия Идти только К погибшим Овцам Дома Израилевым Причем Специально говорил К язычникам Не ходите На путь Самарянский Не ходите И в третьих Те евреи Которые стремились Соблюдать Заповеди Тары Они старались Ограничивать Свои контакты С язычниками Конечно Контакты были Потому что Неевреи Верет и Сраэль Жили всегда В том числе И во времена Ишуа Так что С ними были И торговые И культурные Связи Но поскольку Тара Накладывает на еврея Различные ограничения Например В пище Кашрут Это означало Что абсолютно Свободное Общение С неевреями Было для Соблюдавших Закон Евреев В принципе Невозможно Были определенные Рамки Были определенные Ограничения На это общение И именно Поэтому Петр Был в полном Шоке Когда Бог Показал ему Полотно Спускающееся С неба Самыми разными Животными Которые там Кишат В том числе Нечистыми Животными С некошерными Животными Он сказал Закали И ешь И перед тем Как Дух Сказал Петру О посланцах Корнилия Вот это Видение С полотном С нечистыми С некошерными Животными Петр Видел Это видение Трижды Это полотно Лишь после этого Он был готов Принять Призыв Божий Пойти В дом Язычника То есть Между Евреями И неевреями Была Стена Причем В том числе Даже Не просто Духовная Стена Была и Физическая Стена В храме Была стена Дальше которой Неевреям Вход Был Воспрещен И на ней Было написано На трех языках Что тот Нееврей Который окажется За этой чертой За этой стеной Будет сам повинен В своей смерти Это было единственное Исключение Которое римляне Сделали для евреев В отношении Смертной казни В принципе Евреи не могли Никого казнить Но в этом случае Римляне Зная Зная Насколько Евреи Ревностно Относятся К храму К его чистоте К его святости Делали исключение И вот По этой причине Евреи Как раз таки В Иерусалиме Обвиняли Павла В том Что он Вел в храм Трофима Который был грек И тем самым Осквернил Храм То есть Единственный способ Как Нееврей Мог иметь Полноценное Общение С евреем Это было Обращение В иудаизм Другого варианта Не было Ты или часть Израиля Причем Не какого-то Духовного Израиля А самого Что ни на есть Физического Или ты не часть И есть Барьер Таково было Еврейское мышление Того времени И поэтому Неудивительно Что несмотря На ясное поручение Иешуа Идти во все народы С благой вестью Поначалу Его ученики Благовествовали Только евреям Это сила И инерция Традиции Затем Бог Через сверхъестественное Откровение Петру Показал И ему Самому И апостолам Что Евангелие Нужно Также И неевреям И римлянин Корнилий Принял В своем доме Того же Самого Святого Духа Причем Таким же Образом С теми же Знамениями Как и Еврейские Апостолы В день Пятидесятницы После этого Петр велит ему Креститься в воде А дальше Начинается самое интересное У апостолов Встает вопрос Что делать С этими Неевреями Которые верят В того же Мессию Что и мы Ясно что Бог дал им Веру Не только нам Так же и им То есть настали Они столковывают Этот факт Что настали Те самые Последние времена О которых говорили Наши пророки Что Бог Изольет своего Духа на всякую Плоть Не только На отдельных Людей И в таком Случае Теперь мы Евреи В буквальном Смысле Мазаны Одним Миром Как Есть такая Поговорка С этими Язычниками Одним Помазанием Одним Святым Духом Что же Это означает Это новая Совершенная Вещь Новая Ситуация Что она Означает Для нас Как евреев Для нашего Общения С этими Не евреями Должны ли Эти Верующие Из язычников Перейти В иудаизм Обратиться В иудаизм И стать Евреями Прежде чем Мы сможем Теперь с ними Иметь Полноценное Общение Этот вопрос Обсуждался На первом Иерусалимском Соборе Который Описан В пятнадцатой Главе Книги И там Было решено Что Те язычники Которые теперь Верят В Ешуа Те не евреи Они не должны Обрезываться Нет такого Условия Для них Больше Чтобы для Полноценного Общения С евреями Они сами Должны стать Частью физического Израиля Они должны Обрезаться Обращение В иудаизм Больше Не условия Для общения Язычников Верующих Вешуа С мессианскими Евреями Сегодня Для христианского Мира Это что-то Абсолютно Само Собой Разумеющееся Ну попробуйте Кому-то Сказать Что вот Знаешь Ты веришь Вешуа Ты русский Украинец Не знаю Кто еще Американец Немец Ты знаешь Как здорово Тебе не нужно Становиться Время На вас Посмотрят Как Пардон Об этом Никто Не ведет Речи Само Собой Но тогда Эта вещь Была Совершенно Революционной Для евреев Того Времени И для Неевреев То есть Полноправное Место Язычников В народе Божьем Было До поры До времени Как пишет Павел Тайны Сокрыты И вот На этом фоне На этой Радостной Ноте Появляются Люди Которые Действуют Вопреки Решению Апостольского Собора В Иерусалиме Они говорят Если не обрежетесь Не можете Спастись И разумеется Когда Павел Обнаруживает Что есть Тут такие люди Он просто В ярости Он изобличает Неправильные Мотивы Этих людей И он отстаивает Что он отстаивает Он отстаивает Три важных Принципа На которых Стоит Евангелие Принцип Первый Все люди Несмотря На их различия Сами по себе Имеют перед Богом Один И тот же Духовный Статус Без Мессии Все грешники Как евреи Так и язычники Да у евреев Есть определенные Духовные преимущества Именно им дано Писание От них По плоти Мессия У них есть Особые обетования Например О земле Израиля Но еврейство Как таковое Не спасает Обрезание Знания Закона И даже Честные Постоянные Попытки Его соблюдения Это замечательные вещи Но они Не спасают Даже Еврея Второй принцип Как евреи Так и язычники Спасаются Исключительно По благодати Божьей Через веру В Мессии Ишон Того Что сделал Мессия Своей Безгрешной Жизнью Смертью И воскресением Из мертвых Достаточно Вполне Достаточно Для спасения Каждого человека На всем Белом Свете И только Верой в Мессию Человек Может быть Спасен И другого пути Нет И третий принцип Подлинная вера В Мессию Обязательно Проявляется В новом Образе Жизни То есть Тот кто крал Перестает Красть Начинает Вести себя Честно Начинает Работать Кто лгал Перестает Лгать Начинает Говорить Правду Однако Трудолюбие Само по себе И честность Не зарабатывают Человеку Спасение А являются Его результатом Заодно Кстати С соблюдением Закона Вот Те принципы Которые Отстаивает Павел Возвращаясь К решению Иерусалимского Собора Что стояло На повестке Дня У апостолов Стоял вопрос О язычниках Что делать С неевреями Которые Поверили В Мессию Обрезаться Или нет О евреях Обратите внимание О евреях Там вопрос Не стоит Почему Очень просто Какие могут Быть вопросы О евреях Неужели Может быть Вопрос о том Что евреи Должны Перестать Жить По еврейски Мессия Еврейский Мессия Который Пришел К своему Еврейскому Народу Пришел Как еврей Который Сам соблюдал Закон Который Сказал Я пришел Не нарушить Закон Не отменить Закон И пророков Но Исполнить После этого Если бы кто-то Сказал Его Еврейским Ученикам Что теперь Вы Уверовав Мессию Должны Удалить Обрезание И перестать Держаться За все Ваши Еврейские Пережитки Его Посмотрели Как-то Сумасшедшего И Евреи В Мессии Таким образом По-прежнему Евреи Для первых Верующих Это было Само собой Разумеющимся Но С тех пор Много воды Утекло Прошло Две Тысячи Лет И сегодня Ситуация Изменилась Зеркально Сегодня Христиане Чешут Затылки И не знают Что Нам Делать С евреями Точно так же Как тогда Апостолы Чесали Затылки Думали Что Нам Делать С этими Неевреями Принимать Их В общении С нами Просто так Такими Какие Они Есть Или Нет Сегодня Христиане Думают Ну что Протестируем Мессианских Евреев На свинину Или Пускай себе Живут Так Как Живут Итак Вот первый Ключ К пониманию Павла Мы должны Помнить С одной Стороны Кто он Сам А с другой Стороны Кому Он Пишет То что Он Пишет Он сам Еврей И поэтому Он живет По еврейски Ведь И мессия Сам Тару Соблюдал И свой Народ Никогда Не учил От нее Отступать Наоборот Но Но Когда Павел Сталкивается С теми Кто Хочет Обращать Язычников В Иудаизм В Дополнение К вере В Мессию В Дополнение К Евангелию Он Категорически Против Мужчины и Женщины Евреи и Язычники Спасаются Абсолютно Одинаково Только Верой И После того Как они Спаслись Мужчинам Не нужно Становиться Женщинами Женщинам Не нужно Становиться Мужчинами Евреям Не нужно Становиться Язычниками И наоборот Язычникам Не нужно Становиться Евреями Давайте Приведем Еще один Пример Чтобы это Было Совсем Понятно Представим Себе Что Мессия Был Чернокожий Павел Говорит Что Верой В него Спасаются И чернокожие И белые И для Спасения Достаточно Просто Верить То есть Уверовавшим Белым Не нужно Менять себе Цвет Кожи Чтобы стать Такими же По цвету Кожи Каким Был Сам Мессия Если Бог Сотворил их Белыми Значит они Нужны ему Белым На этом мы Еще не Прощаемся С Павлом Он сказал Атаре Слишком Много Чтобы уложить Все в 20 минут Оставайтесь С нами На следующей Программе Мы продолжим Спасибо Субтитры